В Павлодаре разъяснили ситуацию с мором рыбы в притоках РТШ. Санэпидемиологи считают, что она могла задохнуться. Лабораторные исследования показали резкое снижение количества растворенного кислорода в воде. Специалисты также не исключают механическое воздействие при сбросах воды с шульбинской гресс. Но превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ, свинца, цинка, меди, кадмия, фтора и железа в реке не выявлено. Скорее всего, здесь происходит органическое загрязнение воды. Как вы знаете, были обильные осадки. И все то, что у нас есть, это трава, какие-то другие органические примеси с полей, водоросли. Все это и составляет органическое загрязнение. Естественно, кислород, который растворен в воде, он тратится на окисление именно этих органических примесей. Естественно, его становится мало. На реке Иртыш кто-нибудь видел, что проходила, проплывала рыба к верхам пуза? Нет, никто такого не видел. На основной русле реки Иртыш такого не наблюдается. Это только на отшнурованных пойменных водоемах.